ЗВОНОК В ДВЕРЬ Приёмная директора. Да. Прошу. Вечер. Добрый день. Здравствуйте. Иван Михайлович, у себя? Он занят. Есть смысл подождать, как вы думаете? Подожди. Ну что, здесь так новенько откопали? Да. А что? Можно взглянуть? Пожалуйста. Значит, 30 лет назад, да? Да. Вы знаете, он так и не узнал об этом. И вы случайно всё это выяснили? Абсолютно. Скажите, а вы точно установили, что всё это происходило у нас на заводе? Да. Эти материалы я нашёл в архиве Министерства обороны. И документы о награждении, да? Да, был утверждён и указ подписан Калининым. За особые заслуги? За особые. Да. Я, знаете, не знаю даже, как-то к вам помочь. Я первый раз слышу, что у нас на заводе был такой заказ. В годы войны я ведь бегал мальчишкой, вы понимаете сами. Да. Ну, а может быть, есть кто-нибудь из старых рабочих, кто помнит Потапова, мог бы рассказать о нём, как он жил, работал, погиб? Угу. Вы знаете, у нас есть один старейший работник, он, правда, на пенсии, но он заходит к нам время от времени. Давайте я вас свяжу с отделом кадров. Отдел кадров. Винчев! Гаврилов. Винчев! Уилли с собакой разговаривает, приедра. Давай-давай, лапшин. Да лапшин-то даст, вот. Прошу. Давай, ну-ка, Ручкина, как сыграет? Сейчас. Вот так. Оп-ля. Товарищ Савин. Все, чекунь. Петушку. Так. Хорошо. Хорошо. Дубль. Ты дальше тоже мне. А-а-а. Вот так. Прекрасненько. Слышечка, будь. Ой, Нива. Ой, голова пухнет от этой музыки. Гаврилович, будь другом. Вскакни, прикрути Юрку. Общественность просит. Я Нива. За проволоку не зацепись, Гаврилович. Я там вчера проволоку вокруг газона натянул. Юрк, выгляни-то на минуточку. Лапшин, ты смотри, не шуми, Ручкина. За ней поглядывай, поглядывай. Юрк, учишь? Учу. Теперь в какой институт? Транспорт, Гаврилович. Транспорт. Пятнадцать. На место? На место, Гаврилович. Общественность послала? Точно же, просит. Просит. Каждый день, Гаврилович, не надоело? Юрк, у Савиного голова пухнет от звука. А ему же нельзя, он же инвалид, ты знаешь. А мне в конститут надо или нет, Гаврилович? Надо, надо. Надо, раз в третий год поступаешь. Вот и я говорю. А я без музыки, Гаврилович, не усваиваю, не впитываю, понял? А с этой общественностью я пять лет не поступлю. Ой, погоди-ка, Юрка. Ну, погоди-ка, я тебе сейчас наушники принесу, а? Наушники? Как же мы раньше не догадались, а? Юрк, наушники, я... Сейчас, сейчас, сейчас. Мы раньше не догадались. Гаврилович, Гаврилович, ты куда? Сейчас, сейчас, сейчас. Потряси, давай старик. Все беги, беги. Моторный. Вагон. Человек. Ну, одно, значит, моторный. Кто это тебе сказал? Тренер. Ну, это он про Олег. Ой. Я ему на сесер к самолету подкинула. Ну, в эту, как ее? Ну, в... Охламону. Охохламону. Ах, нет. Аклахома. О, в Аклахому самолет. А он на десерт вам забыл. А трава там растет? Да при чем трава? Ой, да пусть растет. Голова пухает от этой музыки. О, ну на, нарзанчик-то выпей. Юрка! Выдерни музыку. Абитурен. Ну, не видишь, человек спит. Ну, сколько раз тебе говорили. Сейчас часик. Сейчас выдерни. Давай, давай, давай. Ту-ка, лапшины. Давай, давай. А ты ручки. Да и, Гаврилочка, тушканчик скачешь. Вот так. Давай, Петрова. Юра! Юр! Ну? На-ка, держи наушники. Ух ты, старомодные какие. Где взял, Гаврилыч? Это ничего, зато услышимость. Как включишь, так будто тебе по уху дали. А окружающим ничего. Так ему надо окружающим. Особенно это общественность. Пусть живут без музыки. Слушай, Гаврилыч, это не воткнется. Не может быть. Точно тебе говорю, устаревший стандарт. Не правдоподобно. Ну, вскляни сам. Давай попробуем. Ну-ка. 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 Гаврилыч, смотри, смотри, он на балкон лезет. Рот! Сама! Фискультный привет! Вот ты брумель какой! Перемахнул. Надо ведь. За 60 ему. Да. Я в ЖЭК забегала, паспорт видите. Левита. Да? А тебе 59, я все видела. Видал? Фу ты, наконец. Тишина-то какая, отдохнуть можно? Ты подушку сыну вынесла, что ли, с ночной человеком? Ну, он так привык. Ну, жарко ему, так он прям так на раскладушке. Большое дело, когда человек привык, он и чувствует себя, и ведет себя по-другому. Скоро придет. Большое спасибо вам, Никита Григорьевич. Вот так помогаете мне, просто... не в обиду будет вам сказано, не совсем вам, но и себе, поскольку работа, которая имеет цель, это счастье. Я, знаете ли, не наделен счастьем отдыха, а только счастьем работы. В пенсионерии это качество утомительное, но не совсем редкое. От таких, как я, обычно бегаю. Баш на баш, я-то вас запряг, не на шутку. Но я ведь кадровик, а это не профессия, это скорее качество. Многие считают, что это просто должность. Должность заниматься людьми. Вот смотря, как ими заниматься. У меня был прекрасный учитель. Учитель? Да. А чему здесь учить? А вы что, считаете, что этому учиться нельзя? Мне не нужно? Знаете, я тоже так же думал. Точно, точно. Могу премудрости здесь никакой. Заполняй карточки, читай анкеты, клеи фотографии. А учитель был. Интересно. Расскажите, пожалуйста, Никита Григорьевич. Да, собственно... Прошу вас, расскажите. Все равно мы ждем Завеева. Да. Да, собственно говоря, рассказывать-то не о чем. Разрешите я закурю? Да, конечно. Спасибо. Ну, вы так понимаете, что я ведь кадровиком не родился. В кадры попал случайно, а учитель был. Был. Ох, какой учитель. Простите, а как-то вы попали случайно? Спихнули меня. Не понял. Ну, спихнули. Вот это. Директор прежний, секретарь партийного бюро, говорит, куда мы его днем? Куда он нам нужен такой? Посадим в кадры, пусть Галембе помогает. Ну, козу подкрутит, кипяточку сварит. Вот Галемба и был мой учитель. Вот именно он Галембе. Простите, простите, а что значит такой? Такой? Вы сказали такой. Кто? Вы. А, а у меня, знаете ли, руки тряслись так сильно, как у алкоголика. А я был слесарь-лекальщик. Ну, когда вернулся на завод с такими руками, сами понимаете, что меня слесарем поставить они не могли. Вот, там нужна точность. Вот и спихнули в кадры, а там Галемба. Простите, а почему у вас руки тряслись? От контузии. Так вот, этот Галемба... Вы были контужены? Да. Да. Знаете ли, Галемба мог ограничиться козьей ножкой и кипяточком. Но это был человек старый, в армии. А где вы были контужены? Под Москвой. Когда? В октябре 41-го года. Вы воевали? Да, я был в московском ополчении просто. Потрясающе. Это же для меня самое главное, Никифор Григорьевич. А вы перескакиваете. Да, ну, знаете, ведь должен быть порядок. Должен быть порядок. Вы же сказали и спросили о Галембе. А это был человек еще старой гвардии, понимаете, Дзержинского. Его земляк тоже, значит, польского происхождения, тоже прошел каторгу, революцию, гражданскую войну. Он много страдал, понимаете ли, сам страдал, а поэтому знал цену справедливости. Он говорил, что справедливость должна быть в каждой человеческой судьбе. В каждой. Вот наша работа. Вот почему меня и взволновала судьба Потапова. Понимаете, в ней как-то получилось не все по справедливости. Человек не получил награду, которую заслужил. Это значит, справедливость требует своего. Что не удовлетворена справедливость. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот. Здравствуйте, Миралев. Вы, извините, что Маленько задержался. Ничего, в душ, наверное, опять заскочил. А я ведь на монтаже агрегата работаю. Приходится поползать, ну, и измазался Маленько. Ну, знакомьтесь, знакомьтесь. Это Завеев, а это товарищ журналист. Я знаю. Вы насчет Потапова. Говорят, вы были его учеником. У дяди Саши-то? Ну, как? Конечно, был. В 41-м, как закончил 7 классов, так пришел на завод. А что ты смотришь? Сосчитаешь, пожалуй, что мне тоже на пенсию пора, а? А ты, давай, безострот. Здесь дело серьезное. Ну, вот, значит, поставили меня к нему в ученики. И долго вы были его учеником? Ну, до самого последнего. То есть, как дядя Саша-то погиб. А, понятно. Присаживайтесь, пожалуйста. Садись. Курите? Спасибо, только курил. Значит, вы хорошо его помните. Дядь Саш-то? Ну, еще бывал такой, такого леща, да? Леща-то вспомнил. Не нравится леща. Ну, подзатыльника. Ну, подзатыльника. Ну, подзатыльника. Я вот теперешним ученикам своим подзатыльника не даю, так не больно наука-то ходит. Ты давай о другом говори. Другие качества выкладывай. Эх, нет, брат. Это качество самое хорошее. Я вот специалистом стал, а это качество очень даже хорошо помню. С теперешних учеников что возьмешь? Разве только сдачу получше. Ну, ты оставь свою педагогику. Здравствуйте. У вас Ручкина не было? Нет, нет. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о нем. Ну, то есть, какой он был? Высокий, старый, молодой, блондин? Вот, 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 вот. Об этом давай выкладывай. Рыжий. Рыжий? Рыжий был. Не ожидал. Рыжий был, стеснялся всегда в шапке. Ну, должно быть, не старый еще был. А ведь мне тогда все старыми казались, кто не ребят. И потом, знаете, еще голод. Он ведь с кого цвет не сгонит. Нас-то подростков подкармливали. По половин конфетки к чаю в обед давали. А дядя Саш своего пол супа отольет, половину пшенки отвалит. Ну, я, конечно, мальчишкой был. Подкарауливал, старался с ним в столовку ходить. А вот когда его уж в закрытый цех перевели... Простите, простите, вы сказали в закрытый? В закрытый, да. Тогда ему туда стали обед носить. А я бывал, как к двериц подойдон мне оттуда хлеб спросовывал. Один раз даже с колбасой. И вот ведь чудно. А сколько лет прошло. Сколько я за свою жизнь всяких сортов колбас перепробовал. А вот этот ломтик даже вкус помню. Наверное, в юности память утрамбовывает с подзабыликом. Ну, опять с этим подзабыликом. А теперешние ученики. Ну, ладно, я вас познакомил, я, пожалуй, пойду. Привет, общественности. О, Гаврилыч появился. Общественность ждет. Сейчас я прыгаю. Гаврилыч, ты не прыгаешь, и бежишься. Обойди кругом. Во вход долго. Я к общественности стремлюсь. Молодец. Опа, лежит. Поднимайся, поднимайся, Гаврилыч, ты несночной. Не ушибся, Гаврилыч? Ну, давай, давай, двигай, двигайся. Человек мирный. Ночью с подушкой в обнимку слю. Заслуг никаких, сберкнижки тоже. Сосед. Глянь-ка, что у меня там сзади. Ты смотри, смотри, как осколком шибануло. Меня тоже как под Харьковым осколком шибануло. Так у меня тогда штаны-то ватные были. У меня тоньше, значительно тоньше. Ну, пробоина насквозь. Что-то, слушай, что-то белое там видать. А ты не смотри, привыкла. Так я же смотрю из соображений, что у меня йод есть. Ну, белое, это белое. Но на это йоду не надо. Иголки с ниткой достаточно. Мало ей, что все наши паспорта знают наизусть. Теперь берется за... Сидеть можно. Одним словом, сидеть можно. Партия продолжается. Теперь она берется за... Да пусть, пусть берется. А мы не дадимся. Так. Так, подожди. Вот так. Гаврилович, что-то Юрки-то не видно, где он? Лежит в наушниках, в них сидеть никак нельзя. Приладил ему? Петрович, Петрович. Да, приладил. Дело несложное. Подпилил чуть-чуть. Так, товарищ Савин. Давай, Гаврилович. Ну, давай, давай. Все, ходи. Что давать-то нету? Все, мимо. Дальше. Ой, а у моего Олега телефон с наушниками есть. В квартире у него стоит. Ну, чтобы просто даже в руке трубку не держать, даже ее вот не поднимать. Очень удобно. Он и с этой, с Олимпиады, ну, из этого... Да не с Олимпиады, а с Олимпийских игр встали. Ну, ну, не спорю, об которых в Вечерке писали. Да и об этих играх не только в Вечерке, во всех газетах пишут. Ну, не спорю, а я выписываю Вечерку. Я с утра газеты читать не могу. Эй, телефон, Петрович, у вас? Ой, погоди, погоди. Я сейчас, сейчас. Я сейчас. Ну, Гаврилович, ты будешь играть или нет? Халтура какая-то. Алло. Нет, это не Яша. Сейчас я матери трубку передам. У телефона Яша спит. Нет, не могу. С ночной он. А кто говорит? Иванов? А-а-а. Не-нет. Я говорю, что я не могу. Яшка спит. С ночной пришел. Да. Не могу. Нет-нет. Нет-нет. Все. Дождались, наверное. Подождите немножечко, сейчас. Что входит? Дубль. И где ты столько дублей берешь? Со склада, по безналичному. Так. Гаврилович. Э-э-э. Гаврилович, ты так неравен сейчас выиграешь. Вот так. Нет, мимо. У меня тоже мимо. Ну, а мы... Вот так. Рыба. 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 Ну, ты же, ну, не спи, дорогой. Не спи. Что не спи, не спи? Тут тактический ход. А тактический мордзубь-то оставит. Два цуба. Слушайте, что я вам забыла рассказать. Какой мне сегодня сон приснился. Будто стою я ночью компота из холодильника попить. Ну? Глядь, вот на этом самом месте балкона новенький автомобиль стоит. Жигули. Да. Видал, товарищ Савин, она и ночью разглядывает. Господи, боже мой. Приснился тебе? Говорят, что он мне приснился. Жигули. Да ладно, ладно, пусть снится. Давай, давай. Вот. У моего Олега точно такой был. Да мерседес. Мой Олег механик классный. Кроме того, что чемпион. Ну, а что, Яшка-то у меня плохой, что ли? Яшка-то. Яшка слезарь отменный. Не противопоставляю. Ну, всех перебрали. Давай, старай. Я тебе скажу, у нас в роду все хорошие. Что отец, например, у моих ребят был, а? Это же просто героическая личность. А ты знаешь, как мы с ним поженились? В цехе. Да, ага. Ну, нынешние свадьбы, что они? Без препятствий. А у нас препятствия были. Во-первых, война. А во-вторых? А во-вторых, стоим мы у станка. Вот так он, вот так я. Ну? Ну, а не подойти и не взглянуть друг на друга. А, было у тебя такое? Не было. И не надо. Не было. По 15 часов друг дружку не видели. У нас в душе любовь. У нас в душе страсть. А в руках снаряды. От станка ты не оторвешься? Ну, а после смены тут же вот и отдыхать оставались. Чтоб силой на дорогу домой не тратить. Препятствий. Препятствий. Какой же это препятствий? Препятствий, когда разлука. А что ж тебе это? Не разлука, что ли? Только знаешь, что тут человек. А ведь не подойти и не взглянуть. Ну, мы, значит, сразу к мастеру. Пожениться, мол, хотим. Прямо тут в цехе, поскольку военные положения. А мастер? А мастер говорит, не до глупостей теперь. Вот тебе наша любовь, и вот тебе наши страдания. Долговый мастер. Эх, молодость и молодость. Жизненное начало. Вот вы начали про дверь рассказывать. Про закрытый цех. Да ведь, это ведь он назывался только так, закрытый. А там из всех дыр дуло. Бывал, дядя Саша, по чертежу которому работал, его этот чертеж во все углы уносило. Кричит, бывал, зовет. Э, беги сюда, помогай, лови. А что это за чертеж был? Он вам объяснял? Нет. Я тогда самостоятельно стал работать. К станку меня поставили. Пятнадцать исполнили. Вы тоже в закрытом работали? Нет. Ну, зачем же в закрытом? Там только дядя Саша работал, потому что там еще инженеры с ним находились. А какие инженеры? Ну, те, для которых он работал. Понятно. Вот они этот летающий чертеж-то и принесли с собой. Там один был инженер такой, в круглых очках, такой, круглый такой. Ну, дядя Саша мне про него сказал однажды, это, говорит, самый башковитый. Фамилию не помните? Вот фамилии-то не припомню. Да, вот что еще я вспоминаю. Дали нам один раз на заводе выходной в баньку сходить. Ну, мы с дядей Сашей отправились, а по дороге-то в кино завернули. Глядим хронику, боевой киножурнал. Глядим, а там новое оружие как раз показывали. Вы знаете, такое на меня впечатление-то произвело все. Я просто обомлел. А народ так к экрану подался, аж стулья хряснули. После сеанса-то выходим, а у меня перед глазами что-то все, думаю, знакомое я видю. Я говорю, дядя Саша, балочки, которые там показывали, на твои из закрытого цеха похожи. А он что? А он мне как лещатый. Ну что, ну было. Так значит, он знал. Знал, для чего он все это делал. Ну, конечно, знал, ну как же. От настоящего рабочего ведь тайны никаких нет. Но ведь дядя Саша наш кремень бы. Говорит, это тебе показалось после того, как леща-то мне дал. Извини, говорит, по ошибке тебя стукнул, потому что ты теперь человек самостоятельный, рабочий. И правда, правда, это уж последний лещ был такой. Помогал мне в рабочем, показывал, как что-то подручнее делать. Но как сотоварищ, как равном. И вот так, до самой гибели. Понятно. Понятно. А как он погиб, вы знаете? Знаю. Конечно, знаю. Ему тогда старушка-мать письмо прислала. Ведь его семья-то во время войны в Смоленске застряла. Жена с дочкой погибли под обстрелом в Смоленске. А старушка-мать почти пешком до самой Москвы. Так и шла. И вот в одной из деревень под Москвой-то под оккупант попала. А как немцы-то из-под Москвы, значит, это турнули. Ну, вот она тогда, дядя Саша, письмо написала. Ноги, мол, совсем не ходят. Приезжай, забери меня отсюда. Ну, конечно, дядя Саше сразу отпуск дали. Вот этот инженер-то в очках-то в очках-то. Он ему пропуск выхлоптал. Вот я, дядя Саша, прямо до самых ворот и проводил заводских тогда. А дальше? Ну, дальше было так. Поезд разбомбило. Дядя Сашу раненого в госпиталь отвезли. Он не выжил. Я вот вам тут письмо захватил. Я тогда из госпиталя получил. Завеев, Олег Иванович, не видел? Нет, не было его тут. Уважаемый товарищ Завеев, сообщаю вам, не старайтесь насчет приезда. Тяжело раненого Потапова вы уже не застанете. Так как у него наступил паралич рук и ног, принято решение, если он доживет до утра, отправить его в тыловой госпиталь. А в дальнейшем сообщу, медицинская сестра Нитова. Ну вот, больше ничего и не поступило. А вы писали, узнавали? Ну, конечно, и я писал, и Завком тогда старался. Но сами ведь понимаете, война, госпиталь-то полевой, передвигался все время. Ну, а потом, значит, получили сообщение, что из списков выбыл, похоронен в братской могиле. А все-таки для любви самое главное препятствие это разлука. Ну, чушь, я согласна. Но не обязательно далекая, может быть, и близкая. Вот как у нас был. Только знаешь, что он здесь? А ведь от станка-то не оторвешься. Не оторвешься от станка. От него самого. Значит, прямо без отрыва. Прямо без отрыва. Олега с Яшкой соорудили все-таки. Пусть без отрыва. Ребята, что надо? А, слыхал? Слыхал. Вот так. Это настоящего военного героя оценка. Он за родину кровь пролил. Эти слова ко мне не относятся. Ну, 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 ты это ты зря. У тебя ранение. Ты инвалид Отечественной войны. Ты свой почет не умоляй. Забудь тебя, Гаврилыч. Ну, отстрелила там палец. Ну, я и без него живу. А, вот тут уж вопросы. Как живешь? Ты живешь так, что мы тебя все уважаем. И званию твоему низко планим. В твоих обстоятельствах свободно могло голову отстрелить. Но ты остался жив. Считай, наша удача. Ходи. Да, и потом на твою должность не всякой пойдет. А что? Миски с деньгами вози. Не ровем сейчас бандюги. Я вот тут недавно в газете один случай вычитал. Ну, на меня пока за 30 лет еще никто не нападал. Ну, прямо скажем, бандюгам повезло. Понимаешь, если ты с ружишком на фашистский самолет вышел, я представляю, в какой вид мазуриков можешь привести. Ходи. Да, мне сейчас как народному контролеру больше достается. Да чего тебе достается? Конечно, достается. Пойди-ка вон на какую-нибудь стройплощадку. Погляди, что там. Батареи валяются, рамы мокнут, краска везде разлита. Скажешь им, ты такого наслушаешь. Нет, безхозяйственность еще почти всяких мазуриков нашему добру угрожает. Нет, у людей хозяйский глаз должен быть. Без хозяйского глаза труд не убережет. Ставь, ну, ставь. Ну, ставь, нету. А-а-а. Слушайте, знаете, что-то я теперь сомневаюсь насчет этого автомобиля. Ну, вот откуда этот автомобиль, а? Это который Жигули? Ну, да, который мне во сне приснился. Ну, который приснился. Ну, да, вот прям как будто стоит вот на этом самом месте. Ну, да, на траве. Да, баба. А ты как будто около него с кем-то шепчешь. Ну, что за глаза стоит? Даже во сне не спит. Да пусть не спит. Ты выкладывай очередной дубль-то. Давай-давай-давай. Нету, нету, нету. Ну, возьми на базе. Кончилась база, кончилась. Мимо. Так, не нервничай. Так, не нервничай. Так. Так. Ух ты! А-ха-ха! 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 Все играет! А-ха-ха! А-ха-ха! Ну, молодец, Гаврилович! Понимаешь? Ну, дубля не хватило. Это он с глотцом. Я с Гавриловичем я поспорил. Больше с Гавриловичем ни-ни. Он за неделю ни разу не проиграл. Как это называется? Ой, звонок. Слушай. Слушай, Гаврилович, давай. Давай, скорей. Скорей. Слушай, нет, это не Яша. Щас матери трубку передам. У телефона? А-а-а, нет, я не могу. Яша спит. Он с ночной. А кто говорит? Тавров? Это главный механик. Ну и наплевать. Да. Не могу я. Нет, нет. Нет, он спит. Нет. На, положь трубку. Алёна! Да положь трубку-то. Положь. Ну что, говорить больше не будешь? А что я буду говорить? Не буду. Положи. Гаврилович, у Яши-то сон, как у мамаши в неё. Ну да. У отца он. И рыжий такой же, как в мой в молодости был. Яшка-слесарь замечательный. Первый номер на заводе, можно сказать. Ты, мамаша, правильно дружкам отпор даёшь. Зарплата увеличивается, возможности растут. Всё-таки позвонят, Петровна. Значит, надо. Ну, известное дело. Конечно надо, покуда магазин не закроется. А ты что, моего Яшку выпьешь хоть раз видел? Твоего? А чего же, интересно? Если хочешь, можно установить. Вот и чего ж ты вредный лапшин, а? Да ты себя установи. Ничего угрожающего в жизни не видел, вот и чувств не понимаешь. Чего, чего не видел? Сам знаешь чего. 59 я даже не воевал. Ну, 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 это не разговор. На личности давайте не переходить. Чей ход? Я тоже не воевал. Откровенно? Да, ну, у тебя уж какой спрос. Твоё дело, знаешь, известное. А вот он мог бы. Мог? Конечно. Не тебе знать, мог или не мог. У меня особой важности задание было. Нас, если на то пошло к фронтовому положению, приравнивали. Ясно? Я своим трудом на фронт работал. Товарищи, 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 мы на отдыхе. Давайте разговор замнём. Мы уже сейчас в таком возрасте, когда никому ничего не списано. И все мы уже давно всё сделали. Почёт он не торт, делить его не надо. У всех у нас руки не в маникюре. Дубль. Он опять дублями кидает. Я тоже выигрывать предпочитаю. Ну да, у него, понимаешь, особой важности задание, и поэтому... Ну, сказать какое? Скажи, ну скажи. А вот не скажу. Умри, несчастная, умри. Видишь, он там, вон, дружок, чешется. А, видишь? Так он сто раз про это твоё особо важное задание слышал. Давай, сейчас позовём его, он тебе всё расскажет. Дружок. Гаврилыч, засеки на секунду на мере пять минут. Сейчас, сейчас. Вот ещё векнет, я его системе йогов обучу. Я спринтер, дядя Саша. Догоню. Ноги, коротки. У молодёжи акселерация. У нас её не было. Не было. Подожди, акселерация. Чего ты мне в теле говорил, так я забыла. А это когда пятки далеко от души. Душа-то в наличии. Ох ты, абитуриент. Сейчас. А, Юрка? Что? Юр, слушай-ка. Да. И так запросто с Лапшиным-то не беседуй. Да. У него, понимаешь, особо важные задания были. Но вот чё-то ему только медалей и орденов не дали. Ты знаешь? Ну, соседка, не ожидал я от тебя. Возьми-ка ты свои слова обратно. Это почему же? Да потому что не каждый солдат награды дождался, и не каждый солдат был за свой труд награждён. У нас не на одних героях страна-то держится, но заслуги от этого не меньше. Ну, знаешь, кто достоин, тот имеет. Ну, вот ты, например, золотую звезду носишь-носишь? Ну? Ну, мой Олег, он тоже чемпион. У него медали из полстенки, если хочешь знать. А Яша? Что Яшка? Что Яшка-то? Без медалей. Ты за него не беспокойся. Он получит, что надо. У меня вообще ребята стопроцентные. Даром, что без отца росли. Знаешь, отец бы был доволен, если бы жив был, если бы не его героическая смерть. Знаешь что, Петровна, тебя никто не распраивал, и ты никого не обижай. Это золотые слова. Что-то тучки потянули. Раскладушку пойти убрать с балкона. Там у меня стоит кое-что. Можете помочь ей? Я моментально. Нет, нет, я сам. Расстроился человек. А какой в этом смысл? Да ну, вас-то, мужики. Называется тоже мне. Чего я тут с вами время теряю? Просто изумляюсь. Как будто у меня других интересов нет. Что-то ты что заныла. Пойду, пройдусь. Пойдем, Гаврилович? Со мной пройдемся. Ну что ж... Нет, не могу. Ни в тех брюках, ни в прогулочных. Запамятовал я про твои брюки. Ну бывай! Давай. Гаврилович, раскипятились старые паровозы. Ну, из-за чего, блин, все это прошло-то, а, Гаврилович? Стоп! Кончай разминки. Берите за книжки. Раз поступать, так поступать. Что такое? Третий год, ты понимаешь, это волынка. Еще один кружочек. Маленький, маленький. Ну, маршрут! Берите за книжки, раз тебе их заслугами такая возможность предоставлена. Ну, балбес, балбес, маршрут! Ну, маршрут! Яша, Яша, тебе забуду звонить. А, Гаврилович, здоров. Яша, тебе с завода звонили с уриподдельным деталем. Как? Чего? А? Кто, что звонил? Яша, жарко нынче. К воску сбегаете? Да нет, не надо. Я ведь проснулся уже, проснулся. Ты докладывай, кто звонил, чего. Звонили два раза. Угу. Первый раз Иванов. Это сменный инженер. Второй Тавров. Это главный механик. Они же зря не позвонят. Безобилизационно, раз ты с ночной, зря они побеспокоят. Слушай, ты чего раньше-то не разбудил? Яша, не мог. Тут, понимаешь, присутствовали непредвиденные обстоятельства. Да, Маша. Точно. Яша, на переходе, гляди, ты ведь с парасонья, с транспортом поделикатнее. Мы ведь автомобилям дорогу не из-за вежливости уступаем. Будь сделала. Да изгоряча все, за что не берись. Сначала подумай. Лучше пять минут подумать, чем двадцать напильником орудить. Если что, чего там, ты звони. Ну, а я, что тут будет, я все на себя беру, как обычно. Ну, думай. Ну, спасибо, Гаврилович. Прими поцелуй, милый друг. Гаврилович, борщик налей. Это предложение. Соблазн. А, как будто котлетами соблазн. Котлеты тоже соблазн. Ну, неудобно, я все же при исполнении... Да ну, ладно тебе при каком-то исполнении. Слесарь Жека на полставки по случаю пенсии. Сейчас точно работа текущая. А когда вселялись, три раза потоп осуществлялся. Три раза серьезная авария была. Ну, ладно, вспомнил. Ну, кому-то надо, Петровна, не героическое. Да ладно, 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 нечего. Мало чего бывает. Борщик налит. Борщик налит. Пройдешь. Ты как предпочитаешь-то? В дверь? Или через балкон? Сейчас и в двери. А Ешка где? Где Ешка? Игорь, я спрашиваю. Ну, где Ешка? Опять разбудил. Ух ты, да он же ведь с ночной. Ну, что ж ты делаешь-то? Что ж вы пять минут без него что ли не можете? Как будто без него у них все ломается. Ну, я же тебе сказала. Я же тебе сказал строго-настрого не будить. Ух ты, стрекозел неугомонный. Честное слово, Петровна. Честное слово, не виноват. Чем хочешь, клянусь и даже извиняюсь. Исчез Ешка при невыясненных обстоятельствах. Я же к тебе, как к человеку, ну. Ну, ты в семью вторгаешься. По какому праву, ну? Ну, по какому праву, я тебя спрашиваю? Не будет тебе борща. Не будет. Борщ тут ни при чем. Сама все равно цельную кастрюлю не съев. Мой борщ. Что захочу, то и сделаю. Три литра. Да хоть пять. Захочу и съем. Значит, вы, бутафор, работаете в театре. Не ожидал. Что? Дорисовалась, знаете, такая судьба с грустинкой. На стеклянном столике. Градусники, шприцы, белая косынка, низкие каблуки. Все наоборот. Ой, шприцы. Я их в войну навидалась. В госпиталь пришла совсем девчонка, мне тогда было восемнадцать лет. Боже мой, насмотрелась на раны, на страдания, на операции, на болезни. После войны решила, хватит. Работу такую хочу, чтоб праздник обслуживать, а не боль. Пошла в театр, кончила курсы. В общем, стала бутафором. В больнице ненавижу, как войну. Я вас искал для того, чтобы вы вспомнили как раз про войну. Ну, вспоминать – это другое дело. Это наш долг, что ли? Хорошо. Взгляните, пожалуйста, сюда, товарищ Нитова. Это ваше письмо. Кажется, мое. Да-да, это мое письмо. Вы помните Потапова, о котором речь? Помню. Тут написано «Паралич». Правильно, я за ним ухаживала. Ну, скромный был такой, терпеливый. Но больше вы ничего не сообщили, как обещали. Нет. Вы знаете, вероятно, началось наступление, не до писем было. Я и матери по месяцам не успевала написать. А Потапова похоронили до наступления? Как похоронили? Потапова не похоронили. Его отправили в тыл. То есть... Простите, то есть... То есть как отправили в тыл? Вы же здесь пишете, если доживет до утра. Постойте, постойте. Боже мой. Боже мой, какой страшный смысл. А ведь он дожил, понимаете? Он дожил. Как? Да-да, полковник говорил, что сердце стальное. Потом... Паралич-то был неорганический, а от шока. Кризис миновал, и он дожил. Боже мой. Как я могла так написать? Успокойтесь. Какая нелепая ошибка. Ручки здесь не было? Осторожней, пожалуйста. Хотите, хотите воды, пожалуйста. Скажите, а что с ним случилось? Почему к вам попало это письмо? Я что, сломала чью-нибудь судьбу, да? Нет, 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 что вы. Не надо так. Не надо. Скажите, пожалуйста, а Потапов жив? Теперь не знаю. Понимаете, но сведения о том, что он похоронен в братской могиле, получены из вашего госпиталя. Нет. Нет, нет, это ошибка. Уверяю вас, это ошибка. Не торопитесь, пожалуйста. Вспомните все поподробнее. Мне это надоело? Вот что. Имеет, скажи мне, человек, право рубашку сменить? В какую спал, в какую ушел? А? Твой-то муж много в чистых рубашках фигурировал. Без сравнения. Впрочем, я в женских делах и не берусь. Вот и не берись. И не берусь. Вот и не берись. И не берусь. Ух. Слушай, говорил. Иди сюда. Ну иди, и я хоть дырку-то зажнёт. Ничего, я... Нельзя же в такие штаны прогуливаться, но... Я нынче буду целый день сидя. О, усидишь ты, как же. Все время какая-нибудь прогулка подвернется. Ну иди, иди. Иди зашью. Иди в дом. Мне как же? Сейчас-то в дверь. Дверь, дверь! На, метку, иголку. Тяни пока, я сейчас приду. Братцы, едите. Ушко. Омикроны, небось, не более. Такие... Предпособления в быту непригодны. Тут надо предпособления. В смысле очков. Дай-ка, я тебе сейчас покажу предпособление. Ну-ка. Ну, не входишь. Опа! Понял? Готова. Раз, два и готова. Ну, Петровна, уважаю. А-а-а. Ну, давай. Повернись своей пробойной-то. Закрой глаза. Да ты и сам-то закрой. Ну, Петровна, ну, войди в положение и стесняешься. Господи, боже мой, ну, такого же приспособления нет, чтобы с закрытыми глазами шить, ну? Петровна, да я лучше сам в одиночестве. Давай-давай, повернись, 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 повернись. Ну, зачем мне красота? Ну, кто на меня смотрит? Для меня теперь штаны и все прочее не имеет значения. Ага. Ой. Порассуждай мне, порассуждай. Я тебе сейчас к белому-то и пришью. Ну, это и хоть ты. Ну, Петровна, разглядывай же, ты нечестна. Ага, я любуюсь, знаешь. Ну, ты пойми, это что, художественная штопка, что ли? Ага, ты порассуждай мне, порассуждай еще. Нет, это, да это невозможно, это же испытание. Эй! А! Автомобиль! Ой! Неужто? Иголки. Ой! Эффект, будьте, штыком. Смотри, смотри. Плясает. Товарищ. А? А кого это вы ищете? Извините за вопрос. А я-то? Да. А я лапшина с родственник. Лапшина. А что, улыбшина не может быть с родственниками что-то? Нет. А скажите, пожалуйста, откуда вы с этими вот джигулями? А в чем дело? Нет, ну, понимаете, дело в том, что... Васька! Вашиль Шеменович! Иди сюда. А, иду, Сашок, иду. Сашок, иду. Слышишь, Каврилыч. Шикулита. Были наяву. И шептался он с ними. Наяву. А-а-а. А в чем бы им? Шептаться? А-а-а. Вот это вопрос. Вот это вопрос. Здорово. 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 Я же тебе велел позднее приехать, как стемнели. Как управился, так и приехал. До темноты не могу ждать. Мне обратно надо. Председатель еле-еле до утра отпустил. Вошел в положение, да уж до помощи. Плевал я на твое положение, понял? Плевал. Очень плевал, плевал. Да, я там тебя огурцов попривез. Да не нужно мне твоих огурцов, огурцов. В магазине куплю, как все. Что с тобой, Саня? Разъезжает здесь, понимаешь, на «Жигулях». Телевизор цветной увозит. А кто-то ешь. Колхозник простой, понял? Огурцы на рынок увозишь, ну, баранки гнул. А что, нельзя, что ли? Можно, можно. Но я сказал тебе, приезжай ночью. Здесь люди заслуженные живут, рабочие, вроде меня. Понял? Герой Советского Союза, мой друг, тоже здесь живет. «Жигулей» пока у нас ни у кого нет. Телевизор цветной тоже не у каждого. Понимаешь, ты на рынок приезжаешь, с них трудовую копеечку берешь. А «Жигули» тебе в первую очередь, без очереди продают. Так не совести ты меня перед ними. Приезжай ночью, понял? Саня, Саня, ты сдурел. Ты забыл, сколько наша деревня во время войны вынесла. Мать же на себе землю пахала. Да я эшелоны со снарядами на фронт возил. Ты знаешь, что такое? По десять налетов за один рейс. Одно попадание, все на воздух. Водил бы ты свои эшелоны, и дотопал бы я своим минометом на Карпат, если бы наша мать ешит. Если бы наша мать кусок хлеба не взрастила. Да я не про это. У матери «Жигули» не было. Ты на это не сваливай. Даже трактор и то. И потом, что считать? Чего не было, что теперь есть? Одним словом я тебе говорю. Пока у моих соседей того же не будет, что у тебя, на четырех колесах ты сюда не появляйся. Чего? Или ты мне не брат? Псих. Псих, псих. Забирай свой телевизор и катись. Ну и ладно. Что, руки нарезан? А я к тебе теперь после уборочной приеду. На рынок. А что, запретишь, что ли? Да ну ладно, не репенься. Мы же снабжению помогаем. Иногда привозим то, чего в магазинах нет. Да ну ладно, ладно, не хвались. Не хвались. Недаром раздаете. Вы тоже. Недаром работаете. Пусти. Да ну чего ты, Гир? Да ну. Пусти, я тебе понял. Да ну очень хладно, работаете. Да ну тише. Ну хоть перед соседями пройдем, как люди. Ну тише ты ящик-то поворачивай, трубку разобьешь. Племянники поди, ждут покупку-то. Гляди, гляди, Гаврилович. Познакомьтесь, родственник мой из колхоза. Очень приятно. А, и нам очень приятно. Лапшин, Василий. Гаврилович. Василий, Лапшин. Ну давай, давай, пойдем. Ой, подсобите их. Не надо, не надо, Гаврилович. Да не надо, обойдемся. Что, погоди, Гаврилович? Оп. Так он у тебя свалится так. Не-не-не, все. О. Ну да. Рядок, с порядок. Ладно. Насташа Петровна, здравствуйте. Гаврилович. Здравствуйте. Здравствуйте. Прощавайся, Шук. Ну ладно, передавай там приветы всем председателю громадные, спасибо. Урожай в этом году соберем. Лицом не ударим. Ну, молодцы. Ладно, ну и ты трудись. Трудись, проток. Води свое метро, вози москвичей и приезжих. Ладно, а ты тоже временами-то заезжай, не забывай. Ладно, ну в отпуск ждем. Э, отпуск, отпуск зимой. Ну, что ж ты сосед, а? Что? Ну, что ж ты не угостил-то своего родственника-то? Он у меня хоть борщ есть. Все-таки до деревни-то доедет, пообедавши, веселей будет. Ничего, они теперь на индустриальной основе. Время не ждет. Борщ. Это точно. И не как в старой поговорке. Крестьянин спит, жито растет. Теперь покрутиться надо. Нас, едоков, много, а работников и сенов мало. Ой. Алло. Служаю. Давай сюда. Давай мне. Кого? Это я, Яша. Служаю тебя. Что? Что случилось? Как? Что-нибудь случилось? Ну, давай сюда, ну. Так. Ага. Да нет, Яша. Да ты долго будешь. Давай сюда трубку-то, ну. Да, Яша. Это зря, Яша. Ты. Да нет, ты сначала. Да ты подтяни. Да давай сюда трубку-то, ну что ж ты, десное слово. Так, подтяни. О! Ага. Молодец. Ты черт какой, а. Да вот. Делай все, как я говорил. Ага. Яш. Тут это мать требует. Сейчас я ее передам. Алло. Ах ты, частые гудки. Аварии. Нет, это ему. А с тобой, говорит, ему есть когда, да? При матери, который тут присутствует. Так он и мне звонит. Ну, нужен ты ему. Тебе он звонил. Петровна! Слышь, Петровна! Ну, как насчет борща-то? Эй! И захлебнись им сама. Значит, нашли? Нашли. Сейчас к нему идем. Да. За три дня. Так быстро. Какие люди этим занимались? Никифор Григорьевич, Савеев. Интересно. Слушай, Иван Михайлович. Надо вызвать, пожалуйста, мою машину. Тут целая делегация. Нет, 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 спасибо. Это недалеко, рядом с заводом. Мы в пешочках. Ну, смотрите, нет, не надо тогда. Хорошо. Ну, хорошо, до свидания. Ну, если обидят вас в газете, приходите к нам. В отдел камер его. До свидания. До свидания. Спасибо. Сюда, сюда, проходите. Товарищи, сейчас я вас представлю, познакомлю. Все будет в лучшем виде. Да вы не волнуйтесь. Да уж, простите, не молод, не много чувств видели. Сейчас, одну минуту. Падапа, Падапа. Ты чего? Гаврилович, иди сюда. Зачем? Да иди сюда, что скажу. Гаврилович? Ты? Чего ты? Гаврилович, иди. Да иди сюда, иди. Ну, иди, иди, иди. Иди. Гляди, гляди, чего-то интересное будет. Сейчас, сейчас, погоди, погоди, погоди. Это что, ваш знакомый? Да ну как же, у нас на заводе работал. До самой пенсии. Иной раз, знаете, идешь далеко, а находишь близко. Гаврилович, я тебе сейчас познакомлю, представлю. Идем. Эй, Савин, кто это? Да подожди, знакомьтесь. Здравствуйте. 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 Это вы, товарищ Потапов? Как вам вы, в смысле? Да он, он. Гаврилович, да как же ты так ухитрился-то? Ведь это, оказывается, мы тебя разыскиваем. По какому случаю? Комиссии, что ли? А в ЖЭКе у него все нормально? И общественной работой занимается? Подожди, дай послушать. Да мы не комиссия. Впрочем, мы, мы вроде комиссии. Мы пришли, чтобы наша комиссия возникла непроизвольно и объединил ее один замечательный человек, Александр Потапов. Это же мой брат. Ты слыхал? Какой-то брат у него есть. Да ну, слышу, слышу. Вот это, товарищ Потапов, мы передаем вам. Это указ о награждении вашего брата, о котором он так и не узнал при своей жизни. Эта награда по праву принадлежит вам. Мне? Да что вы? Да что вы? Да что там говорить. Пять лет человек содержал, кормил, поил больного брата, никому не обратился за помощью. Возьмите, товарищ Потапов, этот указ ваш. Если бы знал дядя Саша, ну как же ты мог, Гаврилович? Что мог, что мог. Да им какое было. Не было семьи, чтоб война не прикоснулась. Дело обычным. Ну, как же исчезли его документы с завода? Я забрал. Зачем? Саша написал мне из госпиталя, чтоб взял и отдал в собес на пенсию. Ну что же, он уж не работник был. Зачем заводу голову морочь? Пошел в отдел кадров, там такая девчушка, молоденькая сидела, ну и без всяких формальностей отдала. Влада, вы говорите, что простая профессия кадровика. Гаврилович, пришел на завод, к нам, а дядя Саша не слово. Я ведь и на завод по его наказу пошел. Говорит, ты ступай, на наш завод. Лучше, говорите, нет завода. Старший брат, не ослушайся, а то и леща схлопотать можно было. Если б я могла, я бы вас наградила. Да ну, что вы, что вы. Это дело обычное. Брат, я бы и чужого кормил. Обычное дело. На помощь, Гаврилович, опять не усваиваю. Чего вы там все стоите-то? Гаврилович, что с тобой? Гаврилович, сейчас я пью. Я, я сейчас. Гаврилович. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!